Врач пришел, это скорая помощь. Смотрю, он сказал, что все нормально, у него ничего нет, только у него рука отсюда. И просто это. И тоже велосипед был здесь, но я не знаю, сфотографировали, не сфотографировали, все, селый, селый, велосипед селый. Пострадавший подросток в самом деле получил небольшие травмы. В больницу его увезли с подозрением на стрясение мозга и ушибами руки. Водитель говорит, все так легко обошлось, потому что это не он сбил велосипедиста, это школьник на всем ходу влетел в правый бок его машины. Сразу ко мне зашел, ко мне. Смотрит, там рядом, он зашел ко мне. Авария случилась в тот момент, когда водитель на Фиате выезжал с территории стоянки. Пересечение с главной дорогой совершенно не просматривается. Весь обзор закрывает постройки, которые расположены вплотную к проезжей части. Мужчина говорит, что скорости у него никакой не было. По дороге с небольшим уклоном он тихонько спускался по инерции. Тем не менее, это не уберегло от ДТП. Потом он сказал, не звоните бабе, не звоните маме, я виноват, я этот, я этот. Я сказал, нормально, все тихонько, дай мне телефон, позвонили ему маме, позвонил этот его маме, позвонил бабе. И все нормально. Потом звонили ГАИ, все, пришли. Водитель Фиата гражданин Сирийской Арабской Республики. В Казани живет уже давно. Преподает в местном университете. Говорит, в подобные ЧП он попадает впервые. Давно вы за рулем? Семь лет. Семь лет? Да. Это в России? В России семь лет и ничего, ни один ДТП не было. В ближайшее время должен состояться суд, который решит степень вины каждого из участников ДТП.